Почему экран смартфона распознает палец, но игнорирует карандаш? Почему понимает касание через целлофан, но не работает, когда руки в перчатках? И что вообще определяет нажатие? Отдельный слой или сама матрица? В этом видео я отвечу на все эти вопросы и расскажу, как работает сенсорный экран. Как только привыкаешь к чему-то, то перестаешь обращать на это внимание и воспринимаешь как нечто обыденное. К тому, что через интернет можно позвонить человеку за океан, увидеть город с высоты с помощью дрона или к тому, что маленькие камеры в смартфонах пишут 4К видео. Так и с сенсорными экранами. Это уже такая обыденность, что я даже не задумываюсь, как оно там распознает мои нажатия. Я даже это как отдельную функцию не воспринимаю и не замечаю. А ведь всего 10 лет назад мы тестировали, сколько нажатий распознает экран и глючит ли сенсор. В обзорах этому могли и главу посвятить. А было время, когда никто вообще не знал, что такое мультитач, потому что экраны распознавали лишь одно нажатие. Долго вы сейчас продержитесь, управляясь только одним пальцем. Сломайтесь сразу же после запуска инстаграм или первого визита в галерею фоточки посмотреть. Такие тачскрины называются резистивными. Они распознают касание чего угодно, не только пальца. Позже появилась версия с поддержкой второго касания. А затем изобрели новый тип – емкостный сенсорный экран. В отличие от резистивного, он работает только с токопроводящими предметами – пальцем или специальными стилусами. Вот почему карандаш тут ничего не может. Самая продвинутая версия называется проекционно-емкостный сенсорный экран. Она обладает высокой точностью, бесконечным сроком службы, измеряет силу нажатия и поддерживает 10 касаний одновременно. И именно она установлена практически во всех смартфонах и планшетах, что сейчас есть. Давайте разберемся, как работает такой тачскрин и что он из себя представляет. Сенсорный слой состоит из двух уровней электродов, между которыми находится изолирующий материал. На нижний уровень подаются отрицательно заряженные частицы, а на верхний – положительные, что создает электрическое поле. Как только в нем оказывается проводящий предмет или палец, это прерывает связь. Положительный слой теряет частицы, что считывает электроника и регистрирует в этом месте касания. Сетка электродов состоит из 40 строк и 80 столбцов, что дает 3200 пересечений, и в каждом из них можно зарегистрировать нажатие. Чтобы получить точные координаты, импульс тока отправляется не на всю сетку сразу, а по одной строчке. Происходит это сотни раз в секунду. Вот такими очень быстрыми волнами и сканируется вся площадь экрана на предмет изменения электрического поля. В результате смартфон знает, где произошло нажатие или свайп. И даже если у вас очень большой палец, сможет определить центр касания и поймет, что вы хотите попасть именно на этот маленький крестик в браузере. Кроме того, создаваемое поле выходит довольно далеко за пределы экрана. Поэтому даже толстенные 18-миллиметровые стекла вообще не создадут ему никаких преград. Не говоря уже про тонкую гориллу в смартфонах. То же самое и с целлофаном, который не способен изолировать пальцы от положительных частиц тачскрина. А вот через перчатки касания уже не проходят. Если у вас, конечно, не специальные с накладками. Это чуть ли не единственный минус емкостных экранов. Да, можно вспомнить про глюки от капель воды, но это мелочь. Большинство из них подавляются программно. Также слой не полностью прозрачен. Пропускает около 90% света от матрицы, но и это некоторые производители обошли. Например, в AMOLED-ах сетка электродов встроена прямо между субпикселями. Вот так и работает сенсорное управление, без которого нашу жизнь уже и сложно представить. И хоть штука эта настолько полезная и незаменимая, мы о ней уже больше не вспоминаем и пользуемся как должным. Но, думаю, после этого видео вы станете свайпать более осознанно, зная, что вот сейчас своим пальцем влияете на электрическое поле тачскрина. Спасибо, что посмотрели это видео. Если было интересно, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Мы уже готовим новые выпуски с тегом «Как это работает». А пока гляньте, как устроены экраны смартфонов и как работают обычные пальчиковые батарейки. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok